Lexus UX. В принципе, новый, да. Но его уже оттестировали практически все, кому не лень, кроме нас. И, наверное, этого никогда бы и не произошло, если бы не два но. Первое. Toyota через две недели представит свой новый C-HR, и мы, конечно же, едем его снимать. Так вот, было бы интересно все-таки узнать, проще или не проще новый C-HR современного UX, учитывая то, что это все-таки соплатформенные автомобили. И второе. Признаюсь, что перед тем, как я взял этот автомобиль на тест, я посмотрел тест-драйвы своих коллег и был немножечко впечатлен. Оказывается, и шумка здесь самая-самая, и подвеска какая-то волшебная, и клиренс, ну, практически как у Prado. Да и разгоняется он едва ли не быстрее этих паспортов. Я взял автомобиль, сформировал свое собственное мнение, и могу сказать, что это не так. Но давайте по существу. Lexus UX это прокачанный C-HR, и это многим известно, но воспринимается он совершенно другим. Во-первых, он кажется больше, а во-вторых, спортивнее. Ну, с размерами все понятно. При одинаковой колесной базе в 2,64 C-HR UX длиннее на 13 см и шире на 4,5 см. А спортивнее сразу по нескольким причинам. Он ниже C-HR на 4,5 см. На 4,5 см. Так, ну, получается, что он никакой не кроссовер. Даже моноприводный не кроссовер. Клиренс заявленный 16 см, а вот реальный едва больше 14. 14 см это неплохо в современном мире, но все же недостаточно для того, чтобы автомобиль называть кроссовером. Это хороший клиренс для хэтча, для кросс-хэтча. Поэтому, да, UX будет поспортивнее тойотовского собрата, но это еще не все. Вопреки ожиданиям, гибридная силовая установка здесь не такая, как в C-HR. А там она от Corolla. Я сразу решил, что здесь, значит, такая, как в RAV4. Но оказалось, нет. Здесь гибрид с двухлитровым мотором общей мощностью в 184 силы. И это также круче, чем у C-HR. Все, с этого момента я перестаю сравнивать две эти модели, потому что в этом нет никакого смысла. Общего у них только платформа. И вот дальше начинается самое интересное. Lexus бренд премиальный. И субъективно, конечно, но UX получился весьма органичным. У него резко рубленая морда, обособленные фуллет-фары, которые очень и очень неплохо справляются в темноте и даже в тумане. У него сложные штамповки на дверях и уникально харизматичная задняя оптика. Особенно ночью. Вот у очень многих есть габаритная полоса на всю длину задней двери, но здесь она особенно легкая за счет своей тонкости и изгиба. Узнать в нем Lexus совсем несложно, как, впрочем, и Toyota. Квадратные арки. Ну, спасибо, что не треугольные. Но при всем при этом, почему-то здесь они не кажутся какими-то инородными, как на RAVIA. UX выглядит смело и имиджево. Я считаю, что так и должен выглядеть самый доступный японский премиум. А он действительно самый доступный. Нет, ну, эта гибридная версия, она стоит, конечно же, дорого. Миллион триста с лишним, что в эквиваленте 50 с небольшим тысяч долларов. Но это же топ-ов-за-топ, плюс по PCF Sport. А есть, конечно же, варианты и попроще. Например, с мотором на 2 литра. Вход в эту модель 35 тысяч долларов. А это уже другой разговор. Добирайте себе этот шикарный темно-оранжевый металлик и погнали. Да, многого, что есть в нашем тестовом автомобиле, не будет. Но зато будет атмосферный мотор на 150 лошадей с разгоном до сотни за 9,2. Хотя, возможно, это никакие и не 9,2 вовсе. Но тут уж надо, конечно же, отдельно проверять. У нас гибридная версия и разгон до сотни заявлен 8,5 секунд. И в некоторых обзорах я слышал, что так и есть. Но это не так. 0,4-0,5 секунды разницы. Это нормально. И, в общем-то, выезжать из 9 секунд в этом классе – это отличный показатель. Но, конечно же, есть нюансы. Это заряженная батарея и старт с двух педалей. А как мы знаем, гибрид отличается тем, что начало движения у него реализуется посредством электромотора. И ДВС включается чуть-чуть попозже. Когда мы едем на пределе, хотелось бы, чтобы все системы были активны по определению. Чтобы не было никаких лагов. И вот поэтому, собственно, я и стартовал с двух педалей. Но, если стартовать с одной, то цифры выходят немножечко другие. 9,4, 9,5, 9,6 и так далее, и так далее, и так далее. На ухудшение. Почему? Ответ прост. Гибрид на то и гибрид. Это достаточно умная, судя по всему, система, которая прогнозирует расходы не только бензина, но и электроэнергии. Поэтому, если бы мы разгонялись и дальше, цифра становилась бы с каждым разом все хуже и хуже. Но это крайности. В любом случае гибридный UX сильно быстрее, чем гибридный CHR. И где-то на полсекунды медленнее, чем гибридный RAV4. Но в городе вот ощущение от разгона, оно усиливается тем, что у вас есть электромотор, у которого момент доступен с самого низу. И вообще складывается такое впечатление, что лошадей под капотом у вас сильно больше. Потому что разгоняетесь вы в основном в пределах 0,60, а не 0,100. Короче говоря, на гибриде ездить приятно. И даже то, что обороты зависают, не очень-то и тревожит. Потому что вы эти обороты зачастую не слышите. Звукоизоляция в UX правда хороша. Не настолько хороша, как в Lexus ES, но ее действительно можно назвать премиальной. Как и салон. Он хорошо собран, здесь качественные материалы. Но при этом Lexus не выглядит излишне молодежным или вынужденно смелым. Он весьма сдержан. Хотя некоторые вещи мне кажутся простоватыми. Например, вот карты дверей. Зато мне нравится посадка. Я не очень люблю кроссоверную табуреточность. И как раз в этом случае вы сидите практически по-легковому. Хватает настроек, хватает места по голове. Стойка находится там, где нужно. В общем, в этом плане за эргономику зачет безоговорочный. Чего, конечно, не скажешь о тачпаде, с которого вы управляете мультимедийной системой. Я каждый раз, садясь в Lexus, думаю, что привыкну. И каждый раз мне приходится привыкать заново. Японцы почему-то думают, что это удобно. Но это не так. Особенно на ходу. Короче, проехали. Но зато сама по себе мультимедийка выглядит хорошо и целостно. Это топовая система, а в меньших комплектациях будет более старая и простая ее версия. На 7 дюймов. Здесь экран 10,6 дюймов. Есть навигация, есть возможность заказать, например, беспроводную зарядку. Но нет, ни Android Auto, ни Apple CarPlay. По-прежнему ждем обновления системы. Но зато есть поддержка форматов FLAC и AAC. Казалось бы, и что толку нам от этого FLAC, если нет заветной надписи Mark Levinson? Но нет. У меня вообще складывается такое впечатление, что Lexus просто забыли ее прилепить. Дело в том, что звук в этом UX очень и очень. Есть одна только претензия. К высоким частотам хотелось бы, чтобы они были чуть менее жесткими и резкими. В остальном же он не хуже. Не хуже, чем Mark Levinson в Lexus ES. Я бы хотел сказать лучше, но боюсь ошибиться. Поэтому совершенно полноценных 7,5 баллов за этот звук можно ставить. Сбалансированность этой акустической системы выше всяческих похвал. Возможно, это лучшее, что вы можете встретить в этом классе, по крайней мере, в базе. Или около того. Приборы выглядят современно и очень лаконично. Здесь есть вся необходимая вам информация и сгруппировано все очень понятно. Хотя и простовато, но ровным счетом до того момента, пока вы не нажмете на вот эту кнопку. Колодец оказывается подвижным. Не, ну я все понимаю, но чтоб так. Я долго всматривался, пытаясь разглядеть, где же они накосячили с визуализацией, так сказать, но не нашел. Это действительно очень круто выглядит и вау-эффект должный создает. Смысла в этом немного, но почему бы и нет. Мне нравится. Конечно же, есть подогревы сидений и руля, причем работают они в автоматическом режиме. Мелочь? Ну, может быть и мелочь, но скорее забота. И забота премиальная. Вообще здесь достаточно таких вот премиальных мелочей. Например, стекла. Они притормаживают при закрытии. Вроде как и смысла в этом нет. Но ЧСВ тешит. Вы же в Лексусе. Сзади места, конечно же, немного. Сравнительно с СХРом, ну, где-то так же. Если вы не планируете на этой машине таксовать, то для людей среднего роста все в пределах класса. По крайней мере, больше, чем в Мазда CX-3. Угол наклона удобен, угол подушки так же. По ширине втроем тесно, но это очевидно. Огорчают разве что твердые пластики и отсутствие подогревов. Зато есть и дефлекторы, и даже две 2-амперные зарядки. Недоразумением я бы назвал багажник. Ты сначала не веришь своим глазам. Почему он настолько мал? Потом смотришь в ТТХ, а он действительно 220 литров. Ну, да, есть подполы, материалы, конечно, очень хорошие. Но ты заглядываешь под него, не видишь запаску. Ты пытаешься снять эту штуку. И так же не видишь запаску. Зато видишь много шумоизоляции. Оказывается, резина здесь run-flat. Здесь есть вот еще скрытые потайные ниши. Есть аккумулятор, есть небольшой отсек для чего-то. Я не знаю, что вы туда можете положить, учитывая его размер. Но здесь есть еще одна ниша еще меньшего размера. Туда вы можете бросить телефон, например. Больше туда вряд ли что-то влезет. Конечно же, можно сложить спинки заднего ряда. И получить, казалось бы, ровный пол. Но нет, здесь также будет ступенька. Только это единственный автомобиль, в котором эта ступенька будет отрицательной. Ну и вообще, UX это автомобиль-визитка. Если вы видите девушку на этой машине, то знаете, детей у нее нет. Потому что, ну, ни одна из колясок сюда просто не влезет. И я не заметил еще одной важной детали. Посмотрите на эту шторку. Что это такое вообще? На ходу UX очень стабилен. У него хорошо настроенный руль с отлично проработанным усилием, которое прогнозируемо меняется при любом угле поворота колес. Плюс хорошая маневренность в городе. И это в сочетании, что удивительно, с неплохой обзорностью. Подвеска очень комфортна. Это действительно так. Ее нельзя назвать мягкой, и она вторит превосходно настроенному рулю. Но подвеска у UX все-таки не так хороша, как они говорят. Дело в том, что мелкие неровности даются ей действительно очень легко. А вот с крупными, ну, совсем не все так просто. Дело в том, что на серьезных ямах или, скажем, при проезде старых трамвайных путей, она начинает греметь настолько заметно, что невольно начинаешь задумываться. А когда ты встречал в последний раз такую же реакцию? В общем, да, на больших ямах лучше притормаживать будет спокойней. Как и Vogue UX не может. Но и Vogue так, как UX не рулится. Тут уж кому что. И даже если заменить покрышки на обычные и отказаться от RunFlat, также сильно эту ситуацию не поправят. К тому же придется докупать колесо. Кстати, зимой я думал, что покрышки RunFlat будут стоить сумасшедших денег. Никогда на них не ездил, потому что банально не мог себе позволить. Зашел на Е-каталог, посмотрел. Ну, во-первых, теперь вариантов множество. Раньше, как мне кажется, такого ассортимента, ну, точно не было. Сейчас же любой бренд. Хоть Dunlop, как летние уже установленные, хоть Nokian. Но что самое главное, цены на шины RunFlat оказываются вполне соизмеримы с обычными. Но тут нужно, конечно, смотреть внимательно и читать отзывы. Хорошо, что они здесь есть. Ссылку на этот подбор я, как всегда, оставлю в описании к видео. Расход гибридной версии оказался вполне ожидаемым. Вот у меня цифра 6,7 литра за все время. Больше 7,5 сделать будет сложно. Нужно будет постоянно кататься в режиме Sport+. Ну и меньше 6,2, я думаю, разве что на спор. Вот где-то так. Хорош ли этот Lexus? Ну, если мы говорим об автомобиле за 50 тысяч, то вот я не уверен. Да, это гибрид, это прекрасно. UX очень яркий, современный, в каком-то смысле даже стильный автомобиль. Он неплохо едет и может дарить вот определенный комфорт в мелочах своему владельцу. Но не за 50 тысяч долларов. 40-42, я думаю, что это более оправданный ценник на вход в бренд Lexus. Гибридные технологии стоят денег, и это понятно. Но гибридная установка в любой комплектации UX стоит всего 74 тысячи гривен. Это плюс-минус 3 тысячи долларов. 3 тысячи переплаты окупятся у вас где-то, ну, через 70 тысяч километров. И это не учитывая более высокой остаточной стоимости автомобиля. Но главное, вы сожжете меньше топлива. И будете засыпать с твердой уверенностью, что где-то в Швеции какая-нибудь школьница не думает о вас как об... Ну, вы поняли. В любом случае, если вы его выберете, я вас пойму. Подписывайтесь. Дальше больше. Субтитры сделал DimaTorzok